Ребята, всем привет! Меня зовут Ромина. Спасибо вам огромное за вашу активность под моими социальными выпусками. Спасибо, что делитесь просто в One Love. Вы мне очень помогаете и помогаете людям, которые соглашаются рассказать свои истории. Сегодня интервью с Марком Фигиным. Он не нуждается в представлении. Вы его все прекрасно знаете. Приятного просмотра. Нажмите обязательно лайк, чтобы это видео попало в рекомендации. Напишите приятный комментарий и проверьте, подписаны ли вы на канал. Потому что моя статистика показывает, что большинство из вас смотрит видео, не нажав колокольчик. А если вы нажмете колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых видео лично на телефон. Эта функция сейчас активирована всего у 10% моих зрителей. Вы сейчас очень активны в YouTube, даете много экспертных интервью. Поэтому я бы хотела немного совместить, чтобы узнать больше информации о вас, так как некоторые люди узнали о вас только после начала полномасштабной войны в Украине. И также я просила у подписчиков задать вопросы для вас. И вопросы одни и те же. Поэтому придется в некоторых случаях повториться и спросить у вас очередной раз про Арестовича. Ну, начнем с другого вопроса. Как вы попали в информационное пространство в Украине? Я занимался только политическими делами. Поэтому в Украине те, кто за ними следили, более или менее знали. Но, конечно, все усугубилось даже чуть раньше. Я думаю, что даже раньше чуть-чуть, до войны, когда уже стала, понятно, что война неизбежна, я думаю, что интерес к таким людям, как я, которые в общем и там, и там. Я оппозиционер и общественный деятель. Интерес к ним повышался кратно, потому что нужно было понять, что будет происходить. Ну, и вот я выступал экспертом в данном случае. Хотя, опять же, я эксперт предвзятый. Я на стороне Украины. Поэтому здесь сложно говорить о такой какой-то независимости или что-то таком. Я вообще не очень понимаю, как это может быть. Особенно в условиях войны. Это либо в одном окопе, либо в другом. Там посередине бегать зигзагами не получится. Ну, а когда началась война, собственно говоря, я, собственно, продолжал делать то, что я делал. Потому что у меня был такой средних размеров канал для политического сегмента. Там было, может быть, 350 тысяч подписчиков. Но они следили внимательно, каждый день шли стримы. В чём его особенность? В том, что он каждый день выходит. Он выходит в онлайне. То есть, это не записи, это прямой разговор, прямой эфир. И когда, конечно, война началась, тот же Алексей Арестович, который у меня выступал периодически и до войны, и в качестве советника Офиса Президента, и в самостоятельном качестве, когда он ушёл на время с этой общественной должности, и вдруг с началом войны восстановился снова, стал этим советником, давал брифинги, и параллельно он каждый день выступал и выступает у меня. Пока война идёт, это стало основными выпусками на канале «Фейген Лайф», потому что война – самое главное. Всё остальное либо производное от неё, либо несущественное. Несколько уточняющих вопросов. Общаетесь ли вы с Надеждой Савченко сейчас? Насколько я понимаю, она сейчас воюет? Понятия не имею, что она делает, и вообще с ней не общаюсь. С 16-го года у нас с ней сильно разошлись дороги, потому что особенно период, когда она была близка Медведчуку, его каналам, для меня это абсолютно неприемлемо. Естественно, она делала ряд очень странных заявлений, выраживаясь так. При том, что я считаю, что она в силу своей эмоциональности, сумасбродности, но она не всегда отдавала себе отчёт в силу того, что не разбиралась вообще в политике и совершала шаги абсолютно необъяснимые с точки зрения её прежнего поведения с 14 по 16-й в тюрьме в российской. Поэтому это причина, почему я с ней не общаюсь и планов таких не имею. А её могли там завербовать в теории? Я не думаю. Знаете, вербуют всё-таки людей более уравновешенных, более хитрых таких, хитрожопых, я бы даже сказал. Вот она к таким не относится, она слишком простая, как 100 рублей. Поэтому, понимаете, если бы её завербовали, она бы наутро всем бы рассказала об этом. Поэтому нет, я думаю, что там по-другому было. Они как-то вовремя поняли, что она абсолютно неадекватно реагирует на какие-то вещи. Что её достаточно просто впустить в политическое пространство Украины. Отчего я, кстати, её сильно удерживал от всех этих балмошных идей. Ещё пока в тюрьме стало понятно, что она намеревается изменить всю Украину. Ну, как бы не по синьке шапка, как в России говорят. Но, тем не менее, справиться с ней было невозможно. Объяснить, убедить и так далее. Она пошла своим путём. Воюет она или нет, не знаю. С трудом могу себе сейчас это представить. Может, она где-то записалась в терророборону. Не отвоюет, она записывала видео на Фейсбук. Доброго ранку всем паникёрам, які кричать, где-то пропала наша герой Украины Надія Савченко. Я никуда не пропала. Я просто не вважаю, запотрібно робити пиар на войне. Ну, не знаю вот этих деталей. Может, оно и так это было бы к лучшему, я считаю, для неё. Потому что, ну, в принципе, я считаю, что она вполне себе патриот Украины, но просто очень специфически понимает, как и что нужно делать для того, чтобы защищать интересы, национальный интересы страны. Это главная причина. А то, что у неё такой был странный амбивалентный союз с вот этой промосковской частью политического эстеблишмента, ну, вообще малообъяснимо, потому что она и там чужая, и тут чужая. Так что, ну, как бы, в конце концов, человек сам волен решать свою судьбу, и политическую в том числе. Так что посмотрим, что дальше будет. Я недавно узнала, что у вас, оказывается, сзади не библиотека, а вы снимаете на зелёнке. Конечно, это хромакей. Я сижу, не понимаю, как вообще не видно. Ребята, если вы тоже такие, как я, и не видели этот ТикТок, вот для вас открытие. Да, ну, потому что же все привыкли к этому кабинету, пока я у себя в Москве из него вещал, и как-то нарушать вот эту картинку, этот фон, мне как-то показалось, когда мне пришлось уехать, я его считал неправильным, поэтому я действительно на хромаке проецирую свой кабинет. Ну, и для меня здесь много такого любимого. Там в основном книги, это иммигрантская литература осталась. Я, конечно, не могу поменять место книг, но всякие, знаете, там Пушкин, Лолита, например, Егор Гайдар, вспоминаю, он мне их подписывал ещё при жизни. Вы свободно понимаете украинский язык. Сколько вам времени понадобилось, чтобы понимать, и научились ли вы уже говорить на украинском? Да, я, конечно, говорю на украинском, но это очень ужасно выглядит, потому что для него нужна постоянная практика, с одной стороны. Ну, вот такая бытовая практика. А украинский язык я всегда понимал, потому что я, в общем, вырос в Белоруссии, где были родственники моего отца, он был еврей, он был русский. Вот еврейские мои предки, они жили в Белоруссии. Я вас уверяю, все славянские языки настолько похожи и настолько легки в понимании, что, в общем, да, когда я уже сразу практически в 2014 году часто стал выступать в СМИ в украинских, там со мной беседовали именно на украинской мове, и я всегда всё понимал. Ну, вот какие-то вещи, касающиеся разговорных вещей, ну, вот если мне надо говорить, я неправильно ставлю ударение, выглядит это ужасно, потому что тут очень надо понимать тональность языка хорошо, а для этого практика большая нужна. И там поставлено ударение, особенно в украинском языке, они могут сыграть злую шутку, сказал бы я. Ну, вы не комплексуйте, не стесняйтесь, украинцы вас поддержат, это очень похвально, потому что многие россияне, даже мне пишут, что они не понимают героев на украинском, но я считаю, что можно научиться, и это просто отговорки. Да, это отговорки, потому что для мозга славянина очень легко понимать украинскую речь, так же, как... Почему-то украинцы же понимают русский язык, да? То есть, это как бы общим местом считается. Ну, а как это они не будут понимать русского языка? А почему вы не хотите хотя бы понимать? Ну, я понимаю, для разговорной практики нужно, в общем, ну, время, нужно всё-таки послушать, ну, чего-то, пообщаться самому, поговорить, да, через ошибки. А для того, чтобы понимать, для этого большого труда не надо, вот, просто сделать некое усилие над собой, поэтому этого я вообще не понимаю, почему люди там за какой-то обозримый срок не могут общаться с своими собеседниками, если это особенно касается СМИ на украинском языке. По поводу Алексея Аристовича вы ответили, что познакомились с ним на эфирах. А общаетесь ли помимо эфиров? Можете, допустим, выйти в ресторан, ну, не сейчас вообще, в принципе, выпить что-то? Я с Алексеем Аристовичем никогда лично не виделся. Да? Да. Я с ним общался только в эфирах, и поэтому... Да, мы, конечно, чуть более сухо там официально общались прежде, до войны, а сейчас, конечно, мы большие приятели, и мы с ним, так сказать, и помимо эфиров иной раз общались, но всё-таки это деловое общение, то есть, вот мы собираем помощь для пострадавших, мы её придумали, вот, ну, это моя идея была, но он её горячо поддержал, с тем, чтобы продавать картины украинских авторов, украинских художников через NFT, вот, площадка на OpenSea. Это, конечно, сложно для понимания, но я бы сам никогда не купил покупать цифровые копии реальных работ. То есть, мы не забираем у людей ни деньги, ни их работы, они просто отдают нам цифровые копии, мы их размещаем, продаём за криптовалюту, это эфиры, потом их надо конвертировать в фиат, потом... ну, целая история. Мы уже помогли, там, 5 или 6, мы даём по 2000 евро тем, кто потерял конечности, детям, сильно пострадавшим от женщины, медсестра у нас была, Баланина потеряла две ноги, вот, ну и так далее. Вот этим мы продолжаем заниматься, так что мы об этом рассуждаем, говорим, как, кому, ищем адреса, так сказать, там целая история, как отправить деньги на считание у всех есть, карты в евро, ну, такие какие-то мелкие вещи. Но мы иногда, в общем, ещё позволяем себе прикалываться, то есть, вот, то, что на нас делают всякого рода мемные картинки, демотиваторы, я бы сказал, мы обмениваемся ими, вот, так что мы в основном разговариваем об этом, то есть, я никогда не интересуюсь у него какими-то там, я знаю, инсайдами и так далее, всё, что мы говорим в эфире, только остается вот прям публично. О таких вещах мы за пределами эфира не говорим. А после окончания войны встретитесь лично? Я надеюсь, ещё и раньше, потому что, видите, у этого какое препятствие. Я, конечно, могу приехать в Киев, проблем в другом, а ну вот ты приехал, и что, чтобы ходить выпивать? Нет, ну, как-то надо приехать с чем-то более существенным. Вы сейчас находитесь в Литве или Латвии? Я нахожусь на западе Европы. Не называете нигде, где вы находитесь? Да, потому что они же мне угрожают, что они меня перережут, но я им говорю, приходите, Кадыров там погрожал мне и там другие. Ну и, конечно, Латвии сильно занимаются, Лубянка сильно решает, как быть, потому что для них это очень болезненная вещь, поскольку, ну, очевидно, они проигрывают информационную войну. И вот в этом направлении оно не самое большое, но как бы анализ ситуации на войне – это отдельный такой очень важный сегмент, может, он не центральный, да, там то, что говорит Зеленский, важнее намного, или, в конце этого, официальные сводки в СУ, но вот этот анализ через представление позиций украинской власти, пусть и часто не связанный с какой-то откровенной информацией или инсайдами, которые Арестович озвучивает, но это очень важно. Это аналогично Коношенкову, но даже шире, я бы сказал, то, что делают пропагандисты московские, они явно проиграли, явно проиграли, ровно отсюда там бешеная совершенно реакция на это на всё, они придумывают всякие фейки, вот про Арестович, что он окажется гей такой со стажем крепкий, но это, конечно, был не он, само собой, товарищ в белых носках, но это обычная практика, они, понимаете, по-другому, а и не умеют, они не знают, им же надо не, так сказать, пытаться человека дискредитировать, а как-то, в общем, что-то противопоставить, а противопоставить очень легко, рассказывать всё как есть, т.е. не рассказывать, что у нас потери 1350 человек, не рассказывать, что крейсер Москва потонул из-за прикуренной сигаретки матросам, а рассказывать правду, и тогда ты выигрышем можешь оказаться, ну, не обязательно, но шанс есть. В подобных системах, особенно в России, которая, в общем, обычная тирания достаточно такого, восточного такого типа, я бы сказал, всё больше такой становится, потому что за внешним этим лоском, в общем, проступает вполне себе очевидное традиционное лицо такое, вот, тоталитарное, с какими-то деспотическими элементами, вот они себе позволить этого не могут, в принципе, даже если бы хотели, вот они бы сказали, а давайте по-другому перестроим информационную политику, они не могут, и вы знаете, какой есть критерий, ведь вот у меня на канале сильно молодеет аудитория, очень сильно, то есть у меня было там возраст 45-55, началась война, это сейчас главная аудитория, это 20-35-45, а сейчас к ней уже вплотную там на 1% отстаёт уже аудитория 25-35, это очень молодая аудитория, то есть получается, что война и то, как мы рассказываем о ней, молодая аудитория, она всегда активна, очень сильно интересует, причём, ну, в разных пропорциях, естественно, украинцев меня смотрит больше, наша передача смотрит больше, поэтому они проиграли, и это их очень сильно нервирует, вот, и не потому, что мне есть что скрывать, при желании-то всё это достаточно прозрачно, но у этого есть и другие какие-то вещи, очень важные, поскольку я на грани возбуждения в отношении уголовного дела за эти фейки, там они три состава сейчас выбирают, какой из них, вот, меня объявили иностранным агентом, возможно, такой выберут состав за несублюдение закона, ряд ещё, поэтому, ну, посмотрим, то есть тут твоя тактика. А вы поддерживаете сейчас отношения с бывшей женой и общаетесь ли с сыном? Ну, я стараюсь это делать. Они в России? Конечно. Для них это безопасно? Я не знаю, этого невозможно ответить никогда. Вы не думали о том, чтобы их перевести куда-то? Ну, я не буду об этом говорить публично, в эфире, как я буду действовать, потому что зачем лишний раз давать повод этот вопрос, за ним следить? То есть это другой вопрос, он более специфический, скажем так. Недавно сеть всколотнула новость о том, что Александр Невзоров то ли подал и ещё не получил, либо уже получил украинское гражданство. И тут люди разделились на два лагеря. Кто-то считает, что это круто, то, что мы перетягиваем россиян к себе. Кто-то говорит, что нет, это в прошлом доверенное лицо Путина. И такие люди просто переобуваются. Вот сейчас Россия, почувствовали мощь Украины, Украина. Только что-то не так, сразу убегут. Как вы относитесь к тому, что дают гражданство россиянам? И вот как адвокат в прошлом, как юрист, можете сказать, какие должны быть критерии, чтобы россиянин получил украинское гражданство? Может, какой-то более строгий отбор? Давайте так. Что касается специфической истории именно Невзорова. Он, понимаете как, не устраивает лучшую жизнь. Он бежал. То есть он эвакуировался, потому что они успели, пока, по-моему, он ещё был в России, или буквально на грани он не рассказывал. А возбудили вот это дело по 207 статье, точка 3. То есть он не просто ушёл, потому что не согласен с политикой государства, уехал из России, несмотря на весь свой бэкграунд прошлый, который мы знаем, и он публичный, и мы понимаем, что он был доверенным лицом, и много чего говорил в прошлом. Но дело-то возбудили именно за то, что он писал об Украине. Там конкретный эпизод, касающийся обстрелов Мариуполя и театра, вот всё, что с этим связано. Больница, помните, роддом. Поэтому его просьба о гражданстве, она вызвана попыткой защититься, попыткой спастись. Если бы это к Украине не имело никакого отношения, если бы он там мошенник какой-то был или ещё что-нибудь, ну, с чего бы Украине давать ему гражданство, да? Кстати, он его ещё, как по словам Данилова, не получил, потому что надлежащие документы ещё не представил. Понимаете? Поэтому его случай какой-то вот он единичный, специфический. И тут решать руководство Украины, естественно. Да, и украинскому общественному мнению оно, по мне, так оно, мне кажется, негативно отреагировало. Вот, в целом, если считать. Но всё-таки, ну, как-то разделилось в лучшем случае. Так же, как и Абрамович, который, значит, как вы понимаете, оказался посредником одним из переговоров между Москвой и Киевом, тоже не случайно. Он на это получил разрешение от самого верха, из России. И вот сейчас он судится по поводу его помещения под санкции в разных юрисдикциях, и он представил бумагу от имени Арахами, одного из руководителей делегации Киева, о том, что он действительно очень много всего сделал для переговорного процесса и помощи людям, и коммунитарных коммунитурам. Я думаю, что это, скорее всего, так. Но вот нужно ли Украине вступаться за олигархов? Понимаете? Почему? Потому что это создаёт очень... Ну, такой фон, я бы сказал, негативный. Почему? На Западе. Они скажут, вы нас упрекаете, что мы тут реалполитик, и маневрируем с Москвой, учитывая, что они нам термоядерной войной грозят, там, в силу этого не поставляем оружие или ещё что-то. Да вы же сами вот сходитесь с олигархами, там, большие деньги, а те собираются перевезти свои активы, уж точно, так сказать, как вы будете реагировать и реализовывать санкционный режим, получить гражданство украинское. Абрамович тоже может при таких обстоятельствах у него веер паспортов ещё и завестись украинским паспортом. Надо просто понимать, что это публичная игра такая, она чреватая. Ну, вот я читала статьи и комментарии, и статьи журналистов, и обвинения с украинской стороны, это то, что для того, чтобы россиянин получил паспорт, обязательно он должен пройти тест на знание украинской мовы и истории Украины. Чтобы просто так никому гражданство не давали. Ну, условия войны всё меняют, понимаете? Даже гуманитарные аспекты преображаются, потому что война, она требует лояльности больше, чем просто. Это было бы в обычное время, когда есть русские, которые получали гражданство и так далее. Сейчас-то война. И война не с папуасами, она война с Россией, понимаете? Поэтому и требования повышающиеся. Если бы были иные обстоятельства, можно было, так сказать, как-то более снисходительно к этому относиться, в конце концов. Но война, она всё меняет. Я знаю недовольство многих активистов, они мне пишут, а вот я хотел бы там, что ты посоветовываешь? А я говорю, я вам не советую лезть к Украине и пытаться получить там гражданство. Почему? Ну, потому что война. Потому что вы столкнётесь с негативным к себе отношения изначально, несмотря на вашу позицию. Потому что война всё меняет. Потому что после бучи какой-нибудь, ну, не будут на вас смотреть, как на правильных русских. Так не бывает. Всё равно, так сказать, то, что у людей в душе творится, они найдут возможным это как-то на вас продемонстрировать. И вы сами окажетесь в положении всё время оправдывающегося человека, доказывающего свою добропорядочность. Это плохой инструмент для того, чтобы добиваться натурализации в Украине. Ищите другие способы, ищите другие страны. Поэтому, не только, конечно, поэтому я сам не буду никогда получать украинского гражданства. Да и жить в Украине не буду. Потому что, ну, вот всего этих причин. Если бы я был новозеландец, то я бы не видел такой проблемы. Ну, а Россия-то воюет с Украиной. И ты всегда будешь, кто-то будет тобой недоволен. Говорит, что ты здесь на хлебником, ты тут вот приехал, по нужде, значит, спрятался или ещё что-то. Ну, не та ситуация. В принципе, она не та. Вот. Ну, у меня просто, в принципе, другие задачи. Я как бы продолжаю оставаться частью оппозиционного движения. Вот сейчас и миграции и так далее. И все наши задачи – это сменить власть в России и, в конце концов, вернуть территорию Украине и отстать от Украины. Мне кажется, это более благородная миссия. Нежели всем собраться и все должны переехать в Украину и там жить. Ну, это странно выглядит абсолютно. На мой-то взгляд. Я никому не навязываю своё мнение, но считаю, что не должны все русские, даже правильные, оппозиционно настроенные, проукраинские настроенные, приехать в Украину и там жить. Мне так не кажется. То есть, вы от своего гражданства российского не будете отказываться? Нет. Они могут лишить. У них там витают такие соображения, чтобы тех уехавших на агентов или под обвинением по статьям, госизмен или каких-то, они же поновыдумывают сейчас. Лишать гражданства я от гражданства отказываться не буду. Естественно, у меня возможностей много получить. Разные гражданства. Что уж там скрывать. Я же не делаю этого сознательно, а не потому, что мне надо как-то устраиваться жить. Я устраиваю жизнь даже в своём положении. Но мне это представляется, что если такие, как я, уже соскочатся скажут, оживите как хотите, делать что хотите. Ну, там вообще ничего не останется. Уже некому бороться. Там людей с волей таких, со стержнем вообще же не осталось. Ну, где они? Они в эмиграции. Или в тюрьмах. Или в тюрьмах. Ну, если последние откажутся, то положение, так сказать, популяции, в принципе, русской будет безнадёжно. Они просто это не осознают в массе своей. Ну, это действительно так. А что должно произойти, чтобы вы вернулись в Россию? Путин, чтобы умер. Один момент. Второй, чтобы всё закрутилось, как мы говорим. То есть, я безусловно вернусь. Я не буду возвращаться для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Это очень важно. Я и Алексей Навального, своего приятеля, переубеждал тоже, как мог. И не считал, что после отравления новичком он должен, чтобы не стал вернуться. Понимаете? Есть разные способы возвращения. Чтобы доказать свою правоту, что сделал Алексей Навальный. Он действительно совершенно античный поступок. Он останется навсегда в истории, потому что он знал, что с ним произойдёт, безусловно. Все разговоры о том, что он имел какие-то уверения со стороны западных политиков. Кого? Меркель, что ли? Мы знаем её заверения. И так далее. Что ему ничего не будет. Он будет опять в том же положении, да, под давлением, но не посадит. Они его посадили, сейчас навешивают на него сроки. Так вот, я считаю, что надо было остаться для того, чтобы вернуться на танки. Понимаете? Вернуться так, чтобы снести эту власть и всех их уничтожить в конечном итоге. Вот. Нужно об этом говорить прямо. Потому что всё остальное, это, ну, скажем так, да, имеет значение, как некий пример, как должен вести себя ответственный русский политик, который против войны, против этой власти и так далее. Но толку ноль в том смысле, что ваш пример, он не обязательно повлияет на все те задачи, которые перед собой ставятся. А вот возвращение, извините, с гражданской войной в Россию, а я вот вижу себе так смену власти в России, я другого способа просто не вижу. Может, кто-то видит через выборы, там, ещё что-то. Я вот это не воспринимаю. И раньше всегда так говорил, я свою позицию не менял. А это другой разговор. Вот тут я бы сюда принял участие, конечно, безусловно. По данным интернет-издания «Лента.ру», вы вместе с друзьями из Народно-трудового союза российских солидаристов участвовали в боснийской войне в составе армии боснийских серпов. Можете рассказать про этот период в вашей жизни? Ну, это было начнём с того, что уже 30 лет назад. Это было давно. Я действительно состоял в Народно-трудовом союзе, и так получилось. Я сказал бы, что это больше воле обстоятельства была. Если кто-то думает из этого вынести особую идейность, что ли, то это не совсем так. Я был очень молод. Время было бурное, очень бурное, и люди попадали в такие места. Я даже встретил своих друзей и так далее, видел, кто оказывался на разных войнах и так далее. Да, я находился в этот период в бывшей Евгославии. Это в основном было в Боснии, в одной из романистских бригад. Её неправильно трактуют. Это, да, была частью войска Республики Сербской. Республика Сербской назывался сербский анклав. Именно в Боснии, одной из республик бывшей Югославии. Прослужил я недолго. Это было по сумме пара месяцев. Очевидно, что военный опыт был давний очень. И я бы сказал, что это можно отнести к поступкам молодости. Сейчас бы я, наверное, задумался, стоит ли это всё того. Но тогда были резкие времена, понимаете. Тогда всё менялось, рухнуло Советский Союз. Люди как-то, в общем, действовали не исходя из каких-то далеко идущих планов и соображений. И политические группы совершенно различные, они по-разному себе и вели. Из России какая-то часть ехала... Есть неправильное представление, что это всё регулировало с государством. Государство к этому не имело вообще никакого отношения. Там время было настолько, как вам сказать, турбулентное, что государства присутствия в этой теме вообще было ноль. Вообще ноль. Вообще никакое. Там это был конец 93-й уже год. И тогда другие заботы были внутри самой России. И такими вещами никто не занимался. Это гораздо позже началось. Гораздо-гораздо позже. Ни спецслужбы, ни какие-то там посольства, ничего к этому отношению не имели вообще. Поэтому на самом деле люди были предоставлены себе. Вот каждый сам выбирал себе область занятий. Я в тот момент не так, чтобы был убеждён, что я побуду и вернусь. Я как-то думал ещё и двигаться дальше. Куда-то ехать дальше, на запад. И такие возможности были. Были отношения с сербскими общинами и так далее. Они и в Европе, и в Америке. И как бы не было убеждения, что жизнь повернётся другим образом. Я вернулся, потому что в России начались, пошла информация о событиях, которые надвигаются там. Очень быстро всё происходило. Кстати сказать, вы одновременно со мной там были из Украины комбатанты. Я их знаю. Они сейчас посидят, они живут в Украине вместе со мной, которые были в сербе. Да. Несколько человек сейчас есть. Несколько, правда, находятся очень далеко. Они в России. Вот. Один из них очень известный. Написал книгу. Но в любом случае многих же и развело по разные стороны. Кто-то действительно сейчас в этой патриотической среде. Есть даже в ЧВК Вагнера такие. Выходцы – это правда. Но в остальном я вам скажу, что обычная война была. Ничем не примечательной. А учитывая то, что у вас был боевой опыт, не мелькала мысль, может быть, пойти добровольцам в Украину воевать? Нет, потому что для этого надо быть гражданином Украины, я считаю. А всё остальное – это несерьёзно. Если ты гражданин Украины, ты просто обязан идти воевать. Хоть терроборону, хоть ВСУ. Да. Я так считаю, что люди, получившие гражданство, они должны отправиться воевать за страну, в которую это гражданство получили. А если ты не гражданин Украины, то мне вообще не очень понятно твоя роль и участие и так далее. Я не вижу здесь никакого основания для, так сказать, отправки в Украину. Да, я знаю, русские воюют в Украине. Да, есть те, кто в созданных подразделениях, вот, милитарных, вот, типа «Легион», «Свобода России», но я к ним не имею никакого отношения, и мне сложно судить о том, чем они руководствуются, потому что вопрос этот непростой, по той простой причине, что всё-таки за Украину должны воевать прежде всего граждане Украины. Да, есть иностранные подразделения, созданные решениями военного и политического руководства Украины, там могут находиться люди из разных мест, но всё-таки к русским относятся недоверием. Это надо объективно сказать, гражданам России относятся с недоверием. Для этого есть основания, потому что действительно спецслужбы российские, они и так-то, в общем, сильно присутствовали в украинском политикуме, в церкви, в армии, в спецслужбах и так далее. А тут ещё и русские с другой стороны, всех надо проверять, всех перетряхать, а что они, а кто они. Ну, может, в отношении меня это меньше, но ещё раз повторяю, что сама по себе эта история, она очень сомнительная для русского. Ваша цитата из Life Journal. Уж если и совершались военные преступления, то обоюдно и, в общем-то, без каких-либо приказов сверху. Возможно, наивный вопрос, но во время войны, военное преступление – это как-то меняется психика, ты уже перестаёшь думать о том, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, цитата была по поводу бывшей Югославии, потому что, на самом деле, там-то преступление действительно, там и руководство-то было не так, как выглядит сейчас. Знаете, не ровня Путину и России, а какая-нибудь республика сербская, и поэтому там, несмотря на обвинения Караджича и Младича, я думаю, что уж точно они должны отвечать были за поступки своих подчинённых, но там ненависть такая была между этими народами, особенно в Боснии, между мусульманами, между сербами, между хорватами, что, честно говоря, изверства были обоюдные с разных сторон, но они осуждены. Суд вынес свои решения, я имею в виду суд в Гааге. Что касается здесь, то вы понимаете, какая штука-то. Здесь-то как раз военное руководство и политическое напрямую несёт эту ответственность. И там-то они несли, и там-то несли, и Караджичи и Младичи осуждены. Но ведь и, собственно говоря, здесь-то в прямую приказы эти отдавались. Почему отдавались приказы именно о всём, что происходило в Буче и Пене, Гастомеле? А потому что это ещё и реакция была военно-политического руководства на то, что не удалось за 72 часа взять. А, мы пришли воевать с властью, а оказалось, воюем с украинским народом? Ну, так значит, украинский народ за всё и ответит. Вот, приблизительно вот так. А там уже на благодатную почву это легло, понимаете? Там налегло на благодатную почву действительно привезённые с окраин России все эти морлыки. Они же... У них представления дикие вообще о людях, об отношениях человеческих, потому что они сами в России были объектами этого, значит, бесправия. Гонения, да. И гонения, и бесправия. Вообще какой-нибудь провинциальный бурят. Вы представляете, что он на себя представляет? Это просто как раб. Любой там, я не знаю, участковый может с ним сделать всё, что хочешь. Я уж не говорю про выше. То есть, это люди, которые, да, у них нет туалета внутри дома, да. Или что-нибудь в этом роде. Зачем дома ходить в туалет? Смотрите, там логика же такая. Не дома там. Где-то в другом месте. Нечисто. Вот. Поэтому эти люди приехали вот в такую европеизированную культурную среду. Ну, будьте вот так вот, посмотрите. Это, так я бы сказал, такая, хоть и задворки, но Европа. Это Европа, безусловно. То есть, ну, восточная Европа. Люди живут как европейцы. Ну, подражают европейцы, стилизуются под европейцы. Да, они сами себя считают европейцами. А тут приезжает чистая Азия какая-нибудь. Понимаете? Из Бурятии, из Тувы. Да не важно. Даже из средней полосы России есть. Там такие были. Из Кавказа. И вот они, так сказать, воспринимают этот приказ о том, что не церемоньтесь там. Вон, они раз тут в спину стреляют, терробороны у них какие-то, ещё что-нибудь. Ну, и не цацкайтесь. Давайте, выявляйте. А тут тебе ещё и клондайк открывается. То ты сам был подневольным, а тут ты вдруг превращаешься в один момент, обращаешься в такого, знаете ли, самого участкового. Только с оружием и можно убивать вообще. Ну, вот они так себя и проявили, варварски абсолютно. И самое главное, знаете, что это усугубляет? Потому что отрицают ведь всё. Ни за что не берут ответственности. Это не мы. Это вы сами, говорит, всех убили. Ну, слушайте, какой-нибудь Югославец там даже в голову такой не пришёл, что ну как. Что было, то было. Да, чудовище было. Ну, что было, каждый брал ответственность. Так или иначе. Ну, было, ну, там приказ. А здесь, говорит, это нет. Это вот сами украинцы своих же убивают. Понимаете? Ну, это же вот, ну как, нормальный человек может это воспринимать? Вы вообще нормальный? А хорошо. А вот сейчас, когда деоккупировали эти территории, чего никого не убивают? Да, сами украинцы сейчас-то вот, ну, можно же представить себе, что вот какой открывается возможность. Ну, то есть, мы пытаемся рациональной логикой, аргументами, да, противостоять пропаганде и дикости совершеннейшей. А это отчасти всегда проигрышно, потому что они так будут говорить, это не мы, это не мы, это бесконечно. Знаете, как у Романа Сорокина, он последний издал, о том, как герои, он выявил там ряд героев, и вот Путин, один из альтер-эго его, значит, ходит и везде говорит одну только фразу, это не я, это не я. Вот приблизительно вот так это всё выглядит. И поэтому, конечно, тут объяснений рациональных, нормальных нет, а вот только такие, которые, ну, архаические, если хотите, это правда. Ну, хорошо, допустим, не церемониться, им говорили, поняли по-своему, но вряд ли же им говорили воровать технику и чьи-то лосиные трусы, или это уже от себя? Это как бы от себя, но ведь не прекратили же это. То есть, любой командир бы подошёл, ты что делаешь вообще? Какая машина, ты нам технику завалишь этим говном, мы как на ней поедем домой вообще? Или там дальше наступать будем? Ты что собираешь? Ну, вот нормальный командир. Ты что делаешь вообще? Ну, вот офицер, даже младший офицер. Вот у тебя рота, вот у тебя там бригада в конце концов. Ты приходишь, проверяешь всё это и говоришь, ну, вы что делаете? А они же сами такие же, они же сами набирали это всё. Все эти стиралки и так далее. А это говорит о чём? О том, что, ну, во-первых, дикость какая-то, совершенно варварство, жадность какая-то несусветная и нецивилизованность в самом худшем смысле. Люди приехали на войну, а уезжают, как, значит, мародёры. Ну, как такая армия, в принципе, может иметь моральный дух высокий? Потому что, ну, дисциплина, она в первую очередь предполагает невозможность этого всего, поскольку это, ну, деактивирует вообще личный состав. Они же, собственно, не понимают, ради чего они здесь. Если бы они ради сюда за машинками, за лосинами приехали, ну, так и не могут они выиграть, в принципе. Они, в принципе, не могут выиграть, но это только усугубляет всё. Они проиграют. В голове другое. То есть, нищета и несвобода приехала, значит, в их представление. В рай, значит, незаслуженный, они считают, ниже себя украинцев, а они живут лучше. Ну, так мы даже лосины и трусы из них заберём. Понимаете? Вот другого здесь объяснения нет. Ну, и повторяю, что худшее, что они могли сделать, это отрицать всё. Говорят, не-не-не, это не мы, вот, это не про нас, это вы сами там всё обворовали, а теперь на нас всё сваливаете. Вы хорошо знаете, как мыслят россияне, и можем предположить, что вы выступаете сейчас защитником россиянина, который оправдывает войну. Можете привести тезисы, по которым можно оправдать войну, и контратвет, почему нельзя. Рамина, я не буду... Вот первую часть, как можно оправдывать, я не понимаю этого. Понимаете? Я могу перечислить аргумент, который они называют. Давайте аргументы, вот как на суде. Смотрите как. Если мы говорим о власти, она, понятно как, она чем угодно, значит, будет оправдывать, а главный её тезис – это то, что нам нужно оправдать свою власть за эти четверть века. Мы должны продемонстрировать этим 140 миллионам обывателям, что всё не зря. Что вы живёте в дерьме, мы вас обворовывали и так далее. Но это всё не зря, смотрите, мы растём. Мы перевоссоздаём, переучреждаем Советский Союз. Ну, то есть, это утилитарная, в общем, во многом цель, потому что они её и меняют. Вот помните, вот сюда говорят, что они по пять раз меняют цели операции в Украине, начиная от дентификации, демилитаризации, потом, значит, пошло мы тут с американцами боремся. Сейчас уже дошли до Петра Первого буквально вчера, он, значит, заявлял о том, что ну вот всегда так было и я, вот такой Пётр Первый буду территории защищать, укрупнять, что он там собирается делать, возвращать. То есть, я ещё раз подчёркиваю, любые звучащие аргументы со стороны власти, это обоснование их самих себя. Почему они несменяемы, почему они, значит, защищают несвободу и вообще антицивилизацию. Весь их проект, он архаический, то есть, в нём нет ничего из прогресса. Что касается обывателя, обывателю всё-таки промыли мозги за четверть века. И он убеждён в чём? В том, что украинцы – это вообще не нация. Их вообще как бы не должно быть где-то физически, а где-то и... Зачем им украинский язык? Зачем им культура какая-то, своя история? Вот знаете, что они давно существуют, и что вы там чуть ли не от дертальцев ведёте свою историю? Ну, что-нибудь вот такое в этом роде. Что вы какие-то плохие русские, мы вас исправим. То есть, представление о том, что это другой народ, совершенно другая культура, вообще никак не связанная с Россией, с русскими, вообще не имеющих к ним никакого отношения, что народы все эти насильственно удерживались в орбите Московского царства, потом за весь период имперский, доимперский, послеимперский и так далее. Но послеимперско-советский он такой же был. А эти аргументы не принимаются. Это восприятие того, что это какая-то провинция русская, которая какое-то время, три десятилетия, вдруг объявила себя независимой. А на самом-то деле она таковой не была. Извините, я перебью, откуда это мания величия? Я понимаю доказывать свое величие технологии, экономика. Ну вот откуда у людей, которые выглядят реально хуже, чем наши люди, которые живут в области, которые зарабатывают меньше, откуда вот эта потребность поучать? Ну, во-первых, им внушила эта пропаганда. То есть, пропаганда, это же не как в Украине. Тут все на рефлексии. То есть, все тут сами себя критикуют. Власть плохая, всюду зрада. В России же не так. Основной нарратив – это власть делает все правильно, делает все хорошо, мы лучше всех живем и так далее. То есть, это внушается посредством этой коммуникации с обывателем, через привычные каналы. То есть, в основном это телевидение, ну вот, части там другие. А второе – эти люди испытывают тяжелейший синдром, травматический синдром после распада СССР, где они и тоже им внушили, что это было самое лучшее время, когда страна была большой, страна была мощной, ну весь тот набор для обывателей её боялись, мы были сверхдержавой, мы двигались в условиях прогресса, но нашего советского прогресса мы просто были другими, и это другое, надо было защищать всеми средствами. Вдруг всё рухнуло, исчезла ведь не только коммунистическая идеология. Так-то, в общем, с коммунистической идеологией расстались без сожаления. А вот исчезло советское государство, советская власть и советское государство. Огромное это гигантское государство, насильственно созданное, с согнанными туда народами. Оно рухнуло, исчезло навсегда. Понимаете? И нужно было что-то взамен получить. А что получили взамен? Казалось бы, по масштабам 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров – самая большая страна в мире. Чего ещё желать? Пустая страна. 140 миллионов её не могут заполнить. Ей нужно по меньшей мере пару миллиардов. Но эти люди не в состоянии обеспечить ни демографию, ни социально-экономический рост. Ведь за все эти годы шло только вниз. Подъём был до 2008 года. После кризиса того же года, значит, потом это всё медленно-медленно спускалось. А в 2014 году побежало быстрее. А уж в 2022 это побежит ещё быстрее вниз. Люди беднеют. Просто им компенсировали эту бедность ощущением того, что он, как он Путин вчера заявил, через 10 лет всё будет хорошо. 10 лет. Так простите меня, тут за одну человеческую жизнь 10 лет – это много. За одну человеческую жизнь. Да, это ты просто стареешь, ты теряешь возможности, ты перестаешь быть интересным, у тебя не может быть открытся новые перспективы по работе. Я говорю вообще, я не говорю конкретно. Но люди готовы принять эту правильность. Ну, мы же через 10 лет будем жить вообще, на нас будут украинцы горбатиться там в Херсоне, везде будут нам пшеничку сажать, и мы будем за их счёт жить. Представляете, там иждивенческое отношение именно на таком уровне. Я имею в виду в провинции. Мы сейчас не берём урбанизированную молодёжь, урбанизированную интеллигенцию, московскую, всякую другую. Там всё-таки по-разному. Там сильно по-разному. Там некие имперские флюиды летают. А вот мы опять возвращаемся к чему-то. Мы ведь обнаруживаем и среди людей вполне просвещённых. Просвещённого класса те же настроения, но, может, не такие примитивные, конечно. Они по-другому себе это объясняют. Иногда просто прикрывают свою лояльность, конформизм. А мы вот поддержим. Вот давай я объясню, почему вот так и так далее. Особенно в творческой среде. Посмотрите. А в том числе, так сказать, вот эти обыватели, смотря на эту среду, на творческую, они же говорят, а что вы от нас хотите? Я много раз такое слышал. Но эти же, эти же, вы посмотрите. А что же мы-то тогда? Если уж вы тут нам рассказываете, долина какая-нибудь. Она же вообще из Одессы. То есть, у них находится оправдание ещё и себя. Это тоже отдельный аспект. Так что свою ничтожность люди, особенно обыватели в провинции, они компенсируют именно ощущением того, что у нас какая-то будет расширяющаяся, экстенсивно огромная страна. Зачем она и вот ему конкретно, если этот человек за пределы своего региона, в лучшем случае, а то и своей деревне или маленького городка, никуда, никогда не выезжал. Ничего не видел. По разным оценкам, значит, за все годы, там, 30 с лишним лет существования, значит, России независимой, за пределы Российской Федерации выезжал в лучшем случае 10-12%. Ну, кто-то говорит 15%, но говорят их нет. Просто они не получали паспорта. Ну, я не знаю, может, они как это, побывала в Белоруссии, мир повидала. Ну, я не на этом уровне. Поэтому, тем не менее, факт остается фактом, что эти люди не знают, как живут другие люди. Они знают, как живут украинцы, они знают, как живут европейцы, они знают, как живут американцы, и никогда не узнают. Они узнают об этом только через маленькое окошко телевизора. Есть еще один феномен, который до конца не объясним. Ведь все эти люди, которых я перечислил выше, ну, власть-то ладно, она злонамеренная. Они-то как раз очень искушенные типы. Они же имеют возможность альтернативную информацию получать. Это же не как в советские годы. Вот вы были, там не родились еще, а я вам скажу, что там не было этих источников. Были радиостанции американские, всякие другие, французские, британские, которые глушились. Был сам издат, но это вообще была малодоступная вещь, потому что, ну, как, сам издат сажали. Там не всех, но, в общем, я читал сам издат. В те годы, это вот начало 80-х, мне отец давал, приносил эти сам издатские ротаторные публикации и так далее, тексты. То есть, это было ограниченное возможность. Но сейчас любой может нажать на кнопку компьютера или смартфона и увидеть что-то другое. Когда вам рассказывают, что погибло 1350 человек, ну, вы же можете увидеть эти списки, огромные списки, которые даже ВСО официально публикуют. Вы можете посмотреть, как горят в этих танках, вы видите, что происходит, да, как погибают люди, гражданское население. И люди либо не хотят этого всего видеть, закрываются от этого, значит, а нам Соловьев там со Скобеевой что-то рассказали, либо они уже настолько зазомбированы, что они представляют это как фейки, как что-то постановочное, трупы раскидали, ещё что-нибудь. То есть, они легко включают эту матрицу, которая спасительная, потому что она защищает от того, чтобы не оказаться в меньшинстве. То есть, тут ещё важно стадное чувство, раз все так, и я так. Это очень сильно выражено. Антииндивидуализм такой в России, особенно у среди обывателей. И они просто не интересуются, как всё на самом деле обстоит. И это огромная, я бы сказал, беда. Это атовизм такой ещё советский, но он как-то преобразился за эти три десятилетия, он даже как-то усугубился. Потому что всё-таки советский человек, поздний советский человек, он власть не любил. Он как-то начал осознавать, что живёт паталоном. А эти люди продолжают быть убеждены, вот их заставят там с лопатой говно жрать. Они будут убеждены, что это так и надо. Но это же для дела, я, конечно, грубо выражаюсь, но в принципе то, как живёт обыватель, как потребитель такой, знаете, постсоветский, он же невыносимый в провинции. Они едят какую-то страшную еду, понимаете. И они не возмущаются этому, ни пальмовым маслом, ни каким-то суррогатом, ни просроченным продуктом. Ни тому, что они оторваны вообще от каких-то благ. Сейчас у них нет... Ну, я понимаю, в провинции это не остро ощущается. Карты с платёжными системами, мастер-карты, виза. Понимаю, может, им и не надо. Но даже элементарно оплачивать услуги через интернет, покупать что-то, что было благом, конечно, возможность доступа к этому всему. И раз, и у тебя этого ничего нет. Ну, даже какие-то городское население в провинции пользовалось этим, об этом статистика свидетельствует. И они достаточно так для себя безболезненно от этого отказались. Ну, как-то устроимся, как-то приспособимся. Поэтому войну они будут объяснять себе нужду, точнее. Будут объяснять войной, которая нужна для того, чтобы нужду преодолеть. Это же где-то в будущем, через 10 лет мы же будем жить-то. Как? Опять, как в Советском Союзе, всё бесплатно. На шару, грубо говоря. Ну, а общество иждивенческое. Ничего не делать? Да. Оно же иждивенческое. Вот эта вся проблема, что у них не воспитано чувство ответственности вообще. И, ну, конечно, во всём виновата власть. Потому, что у неё была миссия в том, чтобы изменить. Всё изменить. И в 90-х годах многие же эту надежду имели. Связывали её с Ельцином, хотя абсолютно необоснованно. Потому, что Ельцин был, в общем, посредственный руководитель и управленец. С недостатками он выпивал. И многие решения принимал именно в этом состоянии, в алкоголическом. Ну, аж как можно нормальным считать выбрать себе преемником Путина? При том, что он выбирал-то из троих. И все выходцы из спецслужб. Это Примаков, это Путин и это Степашин. То есть, там даже не было шансов у таких, как Немцовы. Понимаете? Чтобы как-то, в общем, представить себе европейскую Россию с прогрессивным каким-то вектором развития. То есть, изначально всё было заточено на то, чтобы вернуться к охранительству. Такому, которое, в общем, было для них привычным. Они же и все из советских лет вышли в том или ином виде. Но он из высшего партийного руководства, Путин из спецслужб и так далее. У них другого опыта нет. То есть, нужен был европеизированный, современный человек. Уж точно не из среды партаппарата или спецслужб, КГБ. А этого не случилось с Россией. И это вина, безусловно, руководства, власти. И власть эти 30 лет, естественно, с приходом Путина просто огрубляла эту систему, ухудшала её. И население является производной этой работы. Вот оно такое теперь. И людей молодые тоже. Генерация молодая такая же. Сколько людей недовольных? Они есть. Несомненно, они есть. По разному оценкам. Ну, пусть их 20%. Пусть. Я думаю, 60%. А, недовольных? Я имею в виду тех, которые против войны? Да, 60%, я думаю. У меня... Я думаю, что нет. Я думаю, это слишком оптимистическая цифра. У меня статистика по знакомым, по подписчикам в основном... Ну, это умозрительно, понимаете? Всё-таки, при том, что социологии в России нет. То есть, социология – это государственная спера. То есть, люди не доверяют социологам. Представляете, вам ночью звонят по телефону и говорят, а вы за Путина или нет? Я, говорит, социолог. Какой ты социолог? Ты можешь прямо вот оттуда, по телефону товарища майор. Поэтому, на самом деле, мы не на социологию опираемся, а мы опираемся на более важный критерий. Если люди не выступают против этого открыто... Открыто это разные формы может иметь. От саботажа до забастовки, от выхода на митинги до, скажем, массового поджога военкоматов. Если они этого не делают, они их поджигают. Но это всё единичные случаи. То это означает, что в целом они, не важно, чем они руководятся, но они согласились с этим совсем. И они так 30 лет живут. Ну, 25 при Путине, чуть меньше, 23. Значит, они с этим согласились. Они с этим согласились. И поэтому все представления о том, что вдруг 60 не поддержит войну. Есть другой аспект в этом. Если представить, что надо за Путина будет уйти умирать, вот да, вот тут вы правы. 60, а то и 70, а я думаю, все 90 скажут, не, это не про нас, мы этого делать не будем. Это ты сам иди воюй. То есть, всё это хорошо, как мышкой, как я говорю, водить по компьютеру, как в компьютерной игре. О, наши побеждают, вата может верещать. А когда это касается тебя лично, о, не, я, я, нет. Не, 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 я лучше пересижу на том, что есть, с ограниченным уровнем потребления и так далее. А не, не, я воевать нет. Вы что, я не про это. Это пусть воюют тем, кто по службе. Поэтому, на самом деле, если Путина уберут, вот если такое вдруг случится, там, не знаю, врезать операции, там, онкологическое или ещё что-то, никто не выйдет за Путина. Будут продолжать переключать каналы телевизора. Ничего не будет. В этом как бы и сила, и беда. Потому что, с одной стороны, никто не выйдет и за обратное, но и защищать эту власть, сменить она или произойти что-то, никто не будет. А так и останутся и будут рассуждать там у себя. Власть здесь, властицентричная система. То есть, власть определяет, что и как. Понимаете? И, так сказать, на ней и лежит эта ответственность. Если бы была просвещенная власть европейская, так она бы заставила, даже я не говорю убедила, заставила бы людей жить по-другому. Потому что в иных случаях народ нельзя привести к счастью, что называется, неподплёткой. Хотя говорят об обратном, но на самом деле это не так. К хорошему можно заставить. Ну, простой пример. Смотрите, материальная среда формирует человека или нет? Да. Да. Так материалисты говорят, но это так. Почему? Вот смотрите, человек, который окурки бросал в жвачки, приезжает в Европу и перестаёт это делать. Во-первых, нельзя. За это могут наказать. Штраф. Штраф. Во-вторых, ну, как бы другие так вокруг не делают. Скажут, ты что делаешь там? Подбери свою окурку с Ешева или ещё ничего. Ну, могут так вообще подойти. А что ты себя так ведёшь-то? Ты что сюда приехал? Что ты себя так ведёшь? То есть, среда формирует. Это говорит о чём? О том, что если, в принципе, внушить этой среде, пусть сверху, бог с ним, но по-другому в России не получается. Что так нельзя, да? Нельзя вторгаться в другие страны, нельзя, так сказать, быть несвободными в том смысле, чтобы не выбирать себе вообще власть, чтобы согласовывать, соглашаться с такими судами, в России нет никаких судов и так далее, и до, что называется, недопустимого антикультурного поведения, то я вас уверяю, да, не за один день, да, не за год, но плеточкой можно заставить вести себя цивилизованно. Вы знаете? Это проверено веками. В Европе руки рубили на закражение столетиями для того, чтобы дойти к тому, что сейчас есть вот, извините, у вас кошелёчек упал. Да, это не везде, это бывает с изъятиями, но в целом люди воспитываются в том числе и силой. Так что, а в России нужда к этому огромная, потому что настроения, которые сейчас рассеяны в обществе, они недопустимы, в принципе, в цивилизованном мире, и вообще так люди не должны жить. И вести себя по отношению к другим не должны. Ну, что поделаешь? Вот так сложилось. Конечно, хотелось бы, знаете, потратить столетия на перевоспитание, но нет этих столетий. Раз бог его знает, они уже грозят термоядерной войной. То есть, чтобы наши соседи успокоились и жили своей жизнью, должен прийти к власти какой-то очень жёсткий человек, который бы внутри страны воспитывал. Вот так загрозил всю Россию. Не смотрите никуда. Нет, не так немножко. Имеется в виду, что изменить цели. То есть, мы можем на политологическом уровне сказать, что Россия должна заняться собой, перестать быть империей, а стать национальным государством. Каким стала Украина? Это национальный государство всех украинцев. Причём украинцы, понятно, что это не этноним, это только этническое, поди разбери, такая гетерогенная среда. А политическое понимание украинца. Украинец это тот, кто является гражданин своего отечества, уважает историю, любит язык и так далее. Причём он может быть очень культурным, образованным, быть европейцем. Это никак не вступает ни в какое противоречие. Большая часть славянских народов живёт в НАТО, в Евросоюзе и как-то вообще не страдают и не перестают быть теми, кто они есть. Ни поляки, ни чехи, ни кто бы то ни было. А русским надо перестать быть имперствами для того, чтобы хотя бы начать исправлять положение. То есть, они должны забыть о том, что есть какие-то другие страны, которые надо захватывать, нести какой-то русский мир и заняться самим собой. Для этого нужно построить национальное государство, в котором определить эти самые национальные приоритеты. А они все те же. Они в технологическом развитии, в образовании, в науке, в создании полноценной культуры, независимой от государства. Это тоже очень важно. А вот патронализм здесь, он в другом должен выражаться. Их надо привести к хорошей жизни, научить жить хорошо. К сожалению, самостоятельно этот импульс не появится. Вот говорят, давайте освободим, они сами найдут, как жить. Да, деловую сферу, бизнес, это можно так сделать. Надо снять это сверху, и убрать, что хотите, то и делать. Вот у вас маленькие налоги, обогащайтесь. А мы, задача власти, сделать так, чтобы вас не грабили. Неважно, государство, кто бы то ни был еще. Во всем остальном все-таки есть нужда в том, чтобы этих людей научить жить цивилизованно. Цивилизованно, повторяю, прежде всего во внешних своих проявлениях. И это огромная задача, перестроить их мозги и так далее. Это делается сверху. Увы, все другие способы, они как-то плохо работают на этой одной восьмой части суши. Ребят, давайте проведем здесь свою статистику. Я помню, сколько было людей, которые в первые дни войны писали, что не все так однозначно. Сейчас я вижу, что меняется риторика. Если вы против войны, если вы хотите что-то изменить, напишите это в комментариях. Украинцам будет приятно, россияне, может быть, поймут, что вас на самом деле много. Я понимаю, что санкции неэффективны. Судя по тому, как ведут себя мои знакомые, которые остались в России, ну да, не могут расплачиваться в Европе карточками. Взяли наличку, там какие-то проблемы на уровне. В общем, это не проблемы, не то, что ожидалось. Вы, как человек, который знает законы и людей внутри России, какие бы вы ввели санкции, если бы обладали такими полномочиями? Нет, на самом деле я бы с вами не согласился, что санкции неэффективны. Они эффективны, вектор их правильный, но они, как обычно, проигрывают количественно. Понимаете? То есть, всё, что делается с Западом, в принципе, делается правильно. Я бы просто, там, где речь идёт о персонале санкций, вместо 100-200 человек надо делать 10 тысяч. Понимаете? То есть, охват. Там, где, скажем, речь идёт о каких-то санкциях технологических, я бы действительно тоже расширил. То есть, вообще запретил всякий ввоз технологий. Там, где идёт о каких-то масштабных решениях по ограничениям, вот очень многие русские жалуются, что не могут открыть счета за границей. Те, кто приехали, они пытаются как-то из этой ситуации выбраться и так далее. Всё равно в индивидуальном порядке это решается. И БНЖ решают, и те, кто выезжает, и с банковскими счетами. Много чем там, студенты решают. Но в целом нужно запретить, конечно, шенгенские визы. И давать эти шенгенские визы уже избирательно. Для того, чтобы на этом не паразитировала огромная часть имущего класса, который весь, так сказать, представлен властью. То есть, 90% это чиновники и производные от них. Бизнес тоже и так далее. Вот им надо запретить иметь возможность в сторону Запада ездить. У них же останется эта возможность ехать на Восток или в Юго-Восточную Азию и так далее. Но вот Запад, Европа, Америка – это не для них. То есть, эти и такого типа решения должны быть быстрыми. Почему? Ну, так же, как эмбарго и всё остальное. Оно же делается. Но не полностью. Всё равно кому-то даётся возможность нефтяное по шестому пакету той же Венгрии индивидуальные условия. То же самое, я думаю, будет и с газовым эмбарго. И с газовым эмбарго, который с 7 пакетом, скорее всего, введут до конца года. Но будут исключения, лак какой-то временной. Так что, в целом-то, вектор правильный, но всё недостаточно. Понимаете? Всё очень недостаточно. Вот именно. А я вам скажу, что эти санкции были бы очень недолгими, если бы они были большими, значительными, гораздо более мощными количествами. Режим бы рухнул быстрее. Он может рухнуть. Не правда, что санкции не могут привести к тому, что схлопнется всё. Я как раз убеждён, что как раз санкции-то и могут этот вопрос решить. Просто если вы, понимаете, медленно поджариваете это блюдо, то, конечно, люди успевают адаптироваться. Прежде всего, те, от кого зависят эти решения. Не от обывателей обычно. Понятно, что они пристроятся и смогут с наличкой как-то ещё что-то получать эту валюту и так далее. А я имею в виду имущий класс, потому что они же… Вы посмотрите, все они зависят от Запада. Все их дети, все их авуары, все капиталы. Все в Европе. Пожалуйста, Франция, это Британия, это другие места такие же, Швейцария и так далее, Америка, Майами какой-нибудь и так далее. То есть, если их отстегнуть, отрезать от их будущего, скажем так, то эти люди, конечно, будут нервничать сильнее. Мы вот в начале эфира говорили о гражданстве. Это же тоже проявление того же. Олигархи хотят изменить свою судьбу подсанкционную. Ну, правда, они пошли не в сторону России, они пошли в сторону Киева, решать проблемы там. Что, безусловно, меняет как-то вектор, потому что, ну, ребята, вы ответственны за создание этой власти. Точно олигархат московский прямо ответственны в том числе и за создание этой системы. Она им была выгодна. Они все десятилетия, значит, утилизировали советское наследство хозяйственное. И вдруг их теперь оставили отстриженными от этого наследства, потому что заморожены их многомиллиардные состояния, их имущество заморожено, они не могут его отчуждать, ну и так далее. Пользоваться толком не могут этими яхтами и так далее, выходить в море на них. И так далее. То есть, речь идёт о том, что санкции должны быть более глубокими. Они должны быть более болезненными. Ещё более. При том, что делается всё правильно. В том, которым нужно направление. И следующий этап. Всё-таки этих капиталов, незаслуженно и необоснованно полученных, а большей части сформированные русские капиталы именно такие, они должны быть лишены, конфискованы. Ну и переданы в зависимости от иерархии. То есть, первыми должны получить украинцы, потому что летят самолёты, ракеты, бомбят территорию соседнего государства. И говорят, нет, никаких репараций не будет. Ну как же не будет? Вы же разрушаете, убиваете, лишаете жизни. Как же не будет-то? Вот Западу нужно решиться на то, чтобы все эти деньги, все эти активы передать просто-напросто Украине. Потом, конечно, из оставшегося эти деньги нужно вернуть самой России, самим русским, новой власти. Новой какой-то генерации, чтобы они смогли построить более лучшую жизнь благодаря этому всему. Понимаете? Это тоже очень важно, поскольку с чего-то жизнь новая тоже должна начаться. Она не может начаться с того, чего нет. А то, что украдено, должно стать её основой. Это важно. И для того, чтобы осуществить весь этот комплекс мер, нужно куда больше решимость со стороны Запада. А не так, что немного зигзагами, как вот Германия себя ведёт, иногда Франция и так далее. Пытаясь оправдать что-то. Президент Макрон заявил, что Путин совершил ошибку, и из-за этого не должны страдать все русские. Ну, погодите. Во-первых, это не ошибка, а преступление. Военное преступление, геноцид и так далее. А во-вторых, что значит страдать русские? Ну, да, мы можем выступать против коллективной ответственности, но мы уместно говорить о коллективной вине. Потому, что ответственность – это юридическое понятие. То есть, оно должно конкретно выражаться. В принципе, санкции отчасти об этом. О коллективной ответственности. Ну, потому, что они же часто слепые, эти санкции. Все эти ограничения. Запрет платёжных систем, виза, мастер-карты. Они же на всех, это же тоже некая форма коллективной ответственности. У вас больше нету этих карточек. Вы не можете расплачиваться, есть, покупать билеты у каких-то посредников или в авиакомпаниях. Ну, да. Но коллективная вина-то, она никуда не девается. Потому, что морально-политическая ответственность на народе лежит. Она не обязательно должна выражаться в чём конкретном. Но, как я вот не раз говорил, немцы ведь имели и то, и другое ответственности вину. Но вину-то искупали очень долго. Вилли Брандт, их канцлер, один из них, который точно не нёс ни за что за это ответственность. Он был мигрантом, воевал с нацистским режимом, саталистом был. Таким ревизионистом-марксистом стал канцлером. Приехал в Варшаву и встал на колени перед памятником варшавскому восстанию. Это говорит о чём? О том, что политики ответственные способны совершить рывок. В смысле признания этой моральной ответственности, вины за совершённое. Пока для этого нет никаких предпосылок. Но заставить осознать эту вину может как раз такой катарсис с больным таким ущербом, который могут нанести санкции. То есть, иногда это нужно делать нарративно. То есть, не то, чтобы всё время призывать к совести. А если это не работает? Поэтому санкции должны перестать быть побудительным каким-то средством. Они должны стать наказанием. Я всегда об этом говорю. Потому, что без наказания прощения не бывает. Сначала его надо пережить, это наказание. И тогда уже через вот это очищение определённое можно тогда говорить о возможности выздоровления. Поскольку сегодня пока ещё санкции продолжают отчасти западом быть инструментом. Да, отчасти наказанием, но и отчасти попыткой побудить. Мы вот снимем санкции. Вы вот выведите войска, а мы снимем. А всё, что наделали, это как? Это что? С этим как разбираться? Поэтому наказание тоже должно быть. Вот это как только мы перейдём к теме наказания через санкции, тогда и появится этот масштаб, о котором я вам говорю. Тогда нет, извините, так не пойдёт, что там 200, 300, 500 человек. Вот ФБК Навальный представил список на 6 тысяч. Ну, должен быть 60 тысяч, ну, даже 6 хорошо. Но чтобы проломить эти 6 тысяч, чтобы всех этих лиц, ответственных за войну и коррупцию, внесли в Америку, в ЕС и так далее, ещё огромная работа предстоит. А это всё должно на раз делаться. Вот в чём беда, понимаете? Ну, вот я поэтому вам и сказала, что санкции не работают. Вы говорите про высокопоставленных людей, я говорю про обычных граждан, таких же, как я. Ну, в этом смысле, наверное. Которым просто похер, открылись, как говорит Чичваркин, летние террасы, всё, ходим на дорожки, кто там умирает, война в Украине, реально, они даже не смотрят ничего. А вы говорите про репарации. Репарации должна выплачивать страна, которая вообще соблюдает законы. А Россия, это ж вообще... Вот. А зачем вы её спрашиваете? Особенность этой системы, что они хотят управлять как Сталин, а жить на Западе, понимаете? У них все деньги там. Там по разному цену до 2 триллионов. То есть, там будут деньги на репарации? Нет, деньги там есть. Ну, вот смотрите, сейчас заморожены 350 миллиардов долларов средств ЦБ, это государственный долг. Но если корпоративно, мы сейчас говорим о государственном. Эти 350 миллиардов долларов, вложенные в ценные бумаги в Америке, они заморожены. Их Россия изъять, продать не может. То есть, сама Америка при определённом наборе нормативных решений может их продать и передать в фонд, не знаю, трастовый фонд в пользу Украины. То есть, немножко другая ситуация. Возможность у Запада есть сейчас эти репарации получить, не спрашивая Москву, хочет она этого или нет. Потому, что, ну да, им нужны какие-то юридические обоснования, решения при всей слабости институтов универсальной инститции, но это возможно. При Сталине ты что у него будешь спросить? Что ты у него заберёшь? Ничего нету. А сейчас всё-таки они часть некого глобального рынка. Ну, финансового-то точно. Есть что забирать, только не возвращением их активов государственных и корпоративных, а передачи именно в такой трастовый фонд. С которого там, это межгосударственный должен быть фонд, западные страны, госпонсоры процесса. Не знаю, может, будет министры обороны из Рамштайна соберутся и будут решать, как это всё. Они будут по поручению своих правительств, не знаю, или образуется семёрка будет решать, например, создаст этот фонд, большая Г-7. Создат для Украины этот фонд и будет забирать оттуда деньги. Но я другого пути не вижу, потому что Россия никогда ничего не заплатит, сама она ничего не отдаст. Вот. Ну, это очевидно, ну вы что, ну посмотрите на них. Нет, тут вот нужно делать больно, потому что, а как, это же, ведь ещё и способ, когда они говорят, что мы санкции вводим, для того, чтобы это не повторялось в будущем, вот военные средства лучше этому способствуют, не санкции. Вот поражение в войне, если потерпит Москва, то это гораздо большим будет барьером от того, чтобы продолжать войны, неважно, там, с Молдовой дальше или там, с Тбилиси и так далее. Военное поражение, ведь оно и так, предпосылки его есть, поскольку очевидно совершенно, что никакой второй армии мощнейшей в мире нету в лице российской. Что это очень слабая, архаичная, советская ещё армия, которая воевать не умеет. В отличие даже от той более компактной украинской армии, офицеры которой хорошо подготовлены, в том числе, западными специалистами. Они учились на Западе и так далее. То есть, это ещё и свидетельство того, что эта система, она плачевна не только в экономическом, социальном, гуманитарном, всех других, но и в военном тоже. То, чем так долго гордились, оказалось пшиком, ничем, пустое место. И это свидетельство того, что такую систему можно победить. Несмотря на то, что Россия обладает ядерным оружием, огромными арсеналами термоядерного оружия, тактического и так далее. Но все эти угрозы, они пока лишь риторические. Поскольку любая попытка применить даже тактическое ядерное оружие может быть чревато ответом. И Россия самой может не стать. Поэтому я бы сказал, что там это ещё пока неблизкая перспектива опасности того, что этот шантаж чем-то закончится. Марк, я правильно понимаю, что Россия снова выйдет сухой из воды? Или не в этот раз? Они же вечно безнаказанными остаются. Но я думаю, не в этот раз. Я думаю, не в этот раз. Всё-таки не в этот, потому что, несмотря на огромное сопротивление, которое есть и на Западе, попыткам договориться, причём договориться всё время в пользу себя и в ущерб Украине. Всё-таки нет. Что-то очень важное изменилось, мне кажется. Такое, которое отыграть назад будет почти невозможно. Мне кажется, что нет, потому что, во-первых, рано или поздно это всё должно было рухнуть под собственной тяжестью. Как Советский Союз, он же рухнул тоже под собственной тяжестью. Он же не мог дальше оставаться таким, какой он был. Все эти разговоры про то, что кто-то произвольно разрушил. Всё это ерунда. Он уже не мог сказать, я застал все эти годы, я был активен, состоял в оппозиционных организациях, антисоветских, антикоммунистических. Я вас уверяю, люди друг друга ненавидели. Народы друг другом жить не хотели. Все эти сказки про дружбу, их не было давным-давно. Они просто друг друга ненавидели. Они не знали, как друг от друга оттолкнуться и убежать друг от друга как можно дальше. Это факт. Понимаете, они воевали между собой. То есть, всё, что угодно происходило. Поэтому в этой ситуации Россия переживает близкий к этому период, но по-другому. Но по-другому. В любом случае война всегда является триггером. Попытка начать войну, любую войну, которую начинал тот же Советский Союз, сейчас Путин начинал, они же были убеждены в быстрой победе. Не было же ощущения, что у вас нет ничего из того, чтобы эту победу обеспечить. Неважно, в Афганистане они воевали, в Украине и так далее. То есть, поражение всегда неожиданное. Понимаете? Победа предсказуема, а поражение неожиданное. Вот как раз-таки военное поражение – это скорее то самое, что нельзя будет переиграть. Вот что. Начнутся процессы внутри самой России с неизбежностью. Плюс всё-таки мы об этом не говорили, а Путин-то ведь он же такой уже находится в поздней фазе. То есть, на нём, конечно, вся система цементируется, это факт. Но 70 лет, которые ему исполняются 7 октября этого года, я думаю, не блестящее его состояние. Несмотря на разные споры об этом, разную информацию. Ну, как, 70 лет при такой власти почти четверть века находясь, всё стресс. Мы тут вот стрессуем, а уж у этого товарища ощущение, что всё это может кончиться для него печально совсем. Я не думаю, что внешнее спокойствие, которое он пытается демонстрировать, что оно отражает его внутреннее состояние, оно сжирает изнутри сильно. Поэтому я думаю, что слишком много факторов против того, чтобы выйти сухим из воды. Последние два вопроса, очень важные для наших зрителей. Вы участвовали в обмене пленными. Как быть, если Россия берёт в плен мирных жителей, родственники бегают каждый день по 2 месяца, пытаются узнать какую-то информацию, в России говорят, что ждите. Как на них воздействовать, чтобы доказать, что твой родственник в плену, чтобы его можно было обменять хотя бы? Это тяжёлый вопрос. То, чем я занимался, я занимался политзаключёнными, своими подзащитными, в период, когда войны такой не было. У него была 8 лет война на линии разграничений в Донбассе с 2014 года, но это всё-таки был отдельный аспект. Я вам объясню. Дело в том, что политзаключённых из России меняли на, да, частичные комбатантов всяких из Донбасса и представителей спецслужб и агентов и так далее, ну, там, Бышинского 35 на 37 в обмене в сентябре 2019 года, ряд других, ЦЭМах такой, помните, который имел отношение к сбитому Боингу в 2014 году, и их украинская страна отдала, чтобы вернуть своих. И тогда счёт шёл на сотни, а сейчас, сейчас есть только из Азов стали 2,5 тысячи военнопленных. То есть, было разделение всё-таки тех, кого меняли между Киевом и Донецком с Луганском, да, комбатанты отдельно, гражданские, политзаключённые и всякие другие отдельно. А сейчас где эта разница, как её прочертить? Вот в Мариуполе там забрали гражданских, а они их рассматривают как неких заложников, потому что их отправили в Россию, например, они там находятся без документов кто-то и так далее. Кому-то удаётся единицам выбраться кружным путём как-то через Беларусь дальше, они возвращаются в Киев. Но большая часть, она не может это сделать ни по деньгам у них нет, ни документов, ни права на выезд, непонятно, что делать. Поэтому, конечно, эта проблема тяжёлая. Я считаю, что если говорить конкретно о гражданском населении, то тут очень важно всё-таки и есть пока возможность международных организаций от Красного Креста и ООН, и заканчивая там организациями в Совете Европы, ОБСЕ и так далее, которые ещё могут что-то хотя бы сделать. Как-то попосредничать. Ну, может, страны, которые представят интересы Украины, в Москве это посольство, дипломатические представительства, в Швейцарии, других, они могли бы на себя эту миссию взять. Ну, не только эти. В Франции, в конце концов, есть спонсоры этого процесса. Что касается военных, я считаю, эта ситуация печальная. Я скептик в отношении того, что их быстро отдадут. Да, они повышают цену. Москва, вот эти три смертных приговора в ДНР и ЛНР, самопровозглашённых, это попытка сильно повысить цену. Потому что Москва хочет получить не людей на людей, военнопленных на военнопленных, а военнопленных на военнопленных, но ещё какие-то интересы. Эти интересы подвинуть Киев к переговорам, признать российский статус Крыма, признать статус КВО занятых территорий после 24 февраля, ну, а мы вам ещё и бонусом обменяем ваших из полка АЗОВ товарищей. То есть, это говорит о том, что там ситуация усугублена тем, что война, цена выше всего, понимаете. И я думаю, что пока решения хорошего нет. Поэтому и никто это не комментирует и пока об этом не говорит подробно. Но это трагическая ситуация, очень драматическая. А вот адвокаты этих военных, иностранных сказали, что будут подавать апелляцию. То есть, там вообще что-то возможно в этой самопроглашённой... Судов нигде нет. Ни в России, ни в ДНРах. Да нет там никаких судов. Это же не суд. Это так. Чисто театр, да? Ну, это вообще. Это к закону, к процессу, к правам не имеет вообще никакого отношения. Поэтому тут иллюзии питать не надо. Я всегда об этом говорил, что судебной системы там нет. Как мы её понимаем, состязательный процесс, принципы законности. Ничего этого там нет. И в России то же самое. Во всяком случае, по этой политической категории дел и делах, которые касаются Украины. Нет, это только исключительно инструмент переговоров. Я думаю, что они, признаете, двух британцев виновными и приговорили к смертной камере, так же, как этого марокканца парня, для того, чтобы что-то своё получить. Они же ещё хотят, чтобы с ними начали разговаривать. Чтобы и Путин подталкивал. А вы вот ведите переговоры, они же самопровозглашённые. Все понимают, что это марионетки обычные ГБшные, которые стоят во главе этих самопровозглашённых государств. Но ему важен статус, чтобы их признали в качестве переговорщика. А тут такой повод с Британией начать напрямую переговариваться о судьбе вот этих осуждённых. Поэтому, я думаю, всё равно это всё имеет некое политическое продолжение к закону, к процессу, не имеет вообще никакого отношения. А если всё-таки лишат этих военных жизней? А вот тут уже будет совсем всё другое. Уже по-другому будут разговаривать? Нет, уже с ними не будут разговаривать. Это будет язык силы уже для той же Британии. Уж не знаю, как для марокканцев. Но Британия уже цацкаться перестанет. Тут может всё, что угодно быть. Я думаю, они на такое не решатся. Потому что... Ну, скажем так. Ведь вы же понимаете, что... Ладно, там пленные. Не знаем, что с ними будет происходить. У этих же ДНРовцев тоже есть пленные. Но я тогда не исключаю, что могут быть спецоперации проведены какие-то. Ну, Пушилина убьют, например. Я бы и этого не исключал. Ракеты. Но, во всяком случае, так это делается в мире. Раньше всегда так делалось. А, но если бы вот так, ну что ж. Тогда так. Ну, Захарченко, Моторола. Ну, конечно, это происходило, так сказать, при участии. Не всех. Там свои ещё убивали. Бедного там и так далее. Там ещё и сами россияне убивали. Потому что устраняли их из схем. Но, например, Захарченко, я думаю, да, это заслуга Украины и так далее. Поэтому просто сложно это всё сделать. Но в условиях войны, наверное, будет избран какой-то способ. Вот пойдут уже на такое, что будут убивать уже их, а может их родственников. Это жизнь уже. А как ты думал? Таким вещами никто больше не шутит. Бойна, смерть. Поэтому я думаю, что им это как-то объяснят. Что тогда уже раз вы убиваете британских граждан, которые, извините, к вам не вторгались. Защищали ВСУ. Там они якобы несколько лет вообще-то имели отношение к ВСУ, эти два британца. Не знаю, так написано. Если вы их убиваете за то, что они защищали страну, в которой были военнослужащими, а они к вам не приходили, то ну что ж, тогда мы к вам придём. Британцы, в принципе, как и американцы, безусловно, могут убить спецслужбы их американских и британских. Кого-то из таких, я думаю, это вопрос технический. При желании можно всё. Закончим мы Гиркиным. Понимаете, почему он чуть ли не единственный, кому позволяет так открыто критиковать, поливать грязью и Путина, и Шойгу, и хвалить украинскую армию? То есть он уже собрал наряд статей, но ему не вздыкают рот. Конечно, он же полковник ФСБ. То есть это отвлекающий манёвр? Нет, это не манёвр. Он под кураторами находится. Что ты не можешь быть, если ты в ФСБ работал и работаешь, там не важно, там не бывает бывших. Он, безусловно, всё это согласовывает, конечно. А как он имеет право не сходить и не отчитаться? Он ходит туда с разной периодичностью. Ему говорят, что можно говорить, что нельзя. Где лучше помолчать? А он, кстати, Путин очень аккуратно там это всё выводит. Он скорее упрекает его за нерешительность или за недостаточную волю действиям по захвату Украины. Уже не со стороны и не с позиции того, что зачем эта война. Как некоторые военные-то говорили. В канун войны Ивашов такой, бывший сотрудник генштаба, который говорил, это самоубийство, вся эта ваша война. Он, правда, на пенсии генерал-полковник, но он возглавляет такое офицерское собрание, советскую такую организацию, полусталинскую. Но, тем не менее, публично же это прозвучало. Гиркин говорит о другом. Он говорит вроде как всё, что мы говорим, что всё бездарно, что украинская армия лучше и так далее. Но выводы его такие, что всё равно деваться некуда, нужно захватить всеми средствами, уничтожая мирное население, используя всё, что осталось, и захватить Киев. Но это его идеологическая позиция. Поэтому, скажем так, она и обнуляет ценность того, что он говорит в части критики армии. В основном он критикует Шойгу, считает, что они не так воюют. Я думаю, что это нарратив Лубянский. Ему говорят, чтобы он вот это всё рассказывал для того, чтобы снять ответственность Лубянке и передать её чисто военно. Проигрывает военный. Мы-то тут при чём? Я думаю, что он очень хорошо на эту роль подходит, поскольку он же независимый критик, он же не выступает официально от Лубянки. Это, да, бывший полковник, да, известный участием в событиях 2014 года, но он же как бы не при делах, он нигде. Поэтому он очень удобен в качестве говорящего такого источника. Но ещё раз повторяю, такие люди, тем более он, он находится фактически под судом в Гааге, где рассматривает вопрос по сбитому Боингу, безусловно, он прекрасно понимает, что его могут устранить в любую минуту. Вот тут вот буквально на днях неожиданно умер от последствий ковида, уже нигде никакого ковида нет, некто Ковтун, который вместе с Луговым, он сейчас депутат Государственной Думы, отравил Литвиненко полонием, и вдруг неожиданно скончался. Ну, это может они его отравили, может нет, может сам, неважно. Но это всегда производит то впечатление, что если человек, как он, слишком много знал, будет слишком много болтать, так и отправится за Ковтуном через последствия от ковида и так далее. Поэтому это не самостоятельная фигура. Я имею в виду, это игра для того, чтобы замылить мозг зрителям из Украины? Нет, это в большей степени игра для того, чтобы снять ответственность с Лубянки и переложить её на армию. Воюет армия? Проигрывает армия? Плохо воюет армия с табуретками в танках? А не Лубянка? А что Лубянка? Лубянка же не воюет. Лубянка, может, не ту информацию давала, не те решения принимала, но это всё-таки не одно и то же, как вы же плохо воюете? Вот он плохо воюет. Основной нарратив этот. Хорошо. А он же там грозится, пошлют, то он там покажет, как нужно воевать. Почему тогда его не отправляют? На что он может показать воевать? Он не профессионально военный, это всё больше риторика какая-то. Когда находился в 14-м году, он сам-то не воевал. Воевал его начальник штаба. Ему дали специалисты из ГРУ. Вот он вел операции. Славянский и во всех остальных. Сам он никуда не воюет. Нет, но он пытается каким-то образом ещё себе небольшой гешефт политический. Но на самом деле, ещё раз повторяю, основной нарратив он тот же. Если вы его послушаете, речь идёт всё время о том, как плохо воюет российская армия. Ну, так он же не представитель армии, он представитель спецслужб. А между ними всегда была известная разница, эта дифференциация. Ведь армия ведь тоже не хотела воевать. Вот представьте, 12 генералов, говорят, погибло. Ну, вот этот последний Кутузов тоже погиб. Ну, генералы, они же не про то. Они же не про то, чтобы воевать и умирать. Они богатые люди. У них там своя круга у кого-то. Кто-то родовой складывает. Кто-то ниже там возглавляет дивизии. И тут ему надо, представьте, умирать. Он миллиардер, там всё у него хорошо. А ему гнать солдат. И вот он с инспекции приезжает, его накрыла артиллерия, и его больше нет. Ну, кто такого хочет? Армия тоже, знаете, воевать так с неохотой. Тем более, когда знают, а они, безусловно, в генштабе знали, как подготовлена украинская армия. Они прекрасны. Я уверен, что первые лица знают, что никаких 72 часов не будет захвата Украины. Более того, известно, что был план, который продвигал Герасимов, что не надо входить на территорию Украины. Давайте месяц будем её бомбить. Будем обстреливать. Ракеты у нас есть. Они всё посчитали с карандашиком. И вот когда мы раскатаем всё в блин, вот мы на чистую территорию придём, и как бы всё. А там сказали, нет, 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 нам надо быстрая победа, нужно, чтобы за 72 часа вот это всё растягивать, удовольствие на месяц, и мы не можем себе этого позволить. План этот вроде бы был отвергнут. Хотя они его строили, этот план предлагали по образу и подобию того, как действовали американцы. И в Афганистане, и в Ираке. Они сначала проводили такую тяжёлую бомбардировку. И потом уже шли дальше. Здесь этот план был отвергнут, и как бы сразу попали как урвозщип. И вот результат. Поэтому задача такого, как Гиркин, это постоянно создавать впечатление, что вот армия плохо воюет, а если бы она воевала хорошо, то вообще бы за 7-2 часа взяли. Надо было слушать типа правильных людей. Вот его, полковник ФСБ. Так что я думаю, в Украине мне часто задают этот вопрос. Я вот удивлён, что после 2014 года у кого-то иллюзии какие-то, что там есть какие-то самостоятельные фигуры, которые могут что-то такое предлагать, говорить. Это так не бывает. В России такого не бывает. Ты либо в тюрьме, либо за пределами России. А внутри России все, кто что-то говорят, они так или иначе, в той или иной степени, безусловно, кем-то контролируются. Я не думаю, что он... Тут многие рисуют, что вот его далеко, прямо издалека готовит Лубянка, вдруг Путин помрёт, они на него ставку сделают. Я не думаю. Там есть, как говорится... Знаете, почему сын генерала не может стать маршалом? Потому что у маршала есть сын. Вот пока у всяких Патрушевых есть сыновес, зачем он Гиркин? Для чего? Кто он такой? Понимаете, для них это ничтожество. Он вообще выскочка в их представлении. Да, они его использовали. В 2014 году через Малафеева для того, чтобы осуществить эту операцию. Ну и всё. Им попользовались и выкинули. Вот и всё. И никогда он больше никуда не вернётся. Это всего лишь навсего некая Микошонская фигура, которую будут раз за разом вытаскивать для того, чтобы он там чего-то такое демонстрировал. Вообще, если человек с Лубянки, ему нельзя доверять ни в чём и никогда. После этого мы закончим. Спасибо, что смотрели выпуск. Обязательно поставьте лайк, напишите какой-то приятный комментарий, чтобы это видео попало в рекомендации. А чем чаще люди смотрят мой канал, тем больше узнают правду о войне в Украине. Обязательно подпишитесь на канал Марка Фегина, проверьте подписку на мой канал. И встретимся совсем скоро. Недавно на YouTube появилась новая функция и называется она «Спасибо». Я бы назвала это спонсорство, но YouTube называет это «Спасибо». Теперь вы можете отблагодарить автора за контент. Под видео вы видите сердечко. Там написано «Спасибо». Если вы нажмёте на сердечко, вы можете отправить определённую сумму в поддержку автора. В зависимости от суммы, ваш комментарий будет светиться определённым цветом. И это будет анимированный комментарий. Я буду очень благодарна, если вы таким образом будете поддерживать мои социальные выпуски, потому что они стоят мега дорого, на них никто не хочет покупать рекламу, и просмотры никогда не окупят эти выпуски. Я буду благодарна вам за ваш суперспасибо.